Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами на тему болезни. Ну, как болезни, я не могу назвать это болезнью, но это вещь, которая реально мешает жить очень многим людям. И я считаю, что об этом не стоит молчать. Несмотря на то, что очень многие психологи, психиатры и невопатологи считают это, ну, совершенно, вы знаете, такой неважной проблемой, которая не заслуживает какого-то сильного и особого внимания, я хочу немножко поделиться с вами своим опытом, так как у меня стоит диагноз в моей карточке, ведь это сосудистая дистония самого-самого моего детства, как только я вообще попала к врачам, а это было до первого класса, как только я пошла проходить всех врачей перед школой. И мне сразу же, каждый год практически ставили этот диагноз. Причем в детстве я особо не понимала, что это такое, что это такое, что это делает, какие проблемы это может нести за собой в будущем, потому что я была ребенком, я чувствовала себя прекрасно. Но, как выяснилось, все оказалось достаточно, ну, не то чтобы печально, но врачи отчасти были правы. Хотя я и не очень люблю ходить в врачам, я считаю, что чем больше мы к ним входим, тем больше мы находим в себе какие-то новые болячки. Я попробую говорить сегодня довольно-таки простым языком, чтобы всем было понятно, и расскажу некоторые моменты и случаи из моей жизни, которые произошли, на которые, я считаю, стоит обращать внимание, если вы человек, который заботится о своем здоровье. Что такое вегетососудистая дистония в самом грубом своем смысле? Это означает то, что какая-то часть вашего мозга, которая отвечает за вегетативную функцию, работает как бы не очень хорошо. И причин тому может быть достаточно много. Лично вот что у меня, это низкое давление. Если у вас пониженное давление и вы гипотоник, то, скорее всего, это может быть причиной. Вполне себе. У меня низкое давление. То есть, как я люблю повторять, гипотоники это такие, ну, полтупы, как говорится. Мы так балансируем немножко. Они чаще всего очень бледные, и чтобы добиться от нас какой-то энергии, нужно очень сильно постараться. Но дело в том, что я знаю, это с самого детства, и я стараюсь быть энерджайзером всегда. Как бы мне даже плохо не было. Я говорю, у меня все время существует в моей жизни два состояния. Это когда я чувствую себя просто прекрасно, и когда я на грани физического истощения. Это два состояния. Вот чего-то промежуточного не существует. И отчасти это психологический момент, потому что я знаю, что у меня низкое давление, и что если я буду делать все медленно, если я буду такой, знаете, вялой-вялой черепахой, то, не знаю, моя кровь вообще остановится. Ну, грубо говоря, чем больше я сижу, тем больше низкое давление дает о себе знать. И чем больше я двигаюсь, что-то делаю, то кровь как бы разгоняется по организму, да, сердцебиение учащается, и я чувствую себя лучше. И, на самом деле, я делала все это интуитивно, но, прочитав какие-то источники научных авторов, психологов, психиатров, то делала я, в принципе, все правильно. И сейчас объясню. Пока вы еще маленький ребенок, пока вы еще даже подросток и учитесь в школе, низкое давление и ВСД, оно о себе дает мало знать. Ну, разве то, что у вас часто могут синить руки от холода, ледная кожа, вы редко покрываетесь, покрываетесь, но у вас редко появляется такой здоровый румянец. И вы, да, вы чувствительны к температурам, да. Какие-то головные боли, там, дрожь в пальцах у вас встречается довольно редко, пока вы еще молодой и маленький. Но у меня, как таковые симптомы, проявились вот именно после 20 лет, а именно в 23 года. Это психологический момент, это низкое давление, может быть, какая-то травма в детстве или еще что-то. Это может быть все, что угодно. Но наши врачи, так скажем, особенно российские врачи, я ничего не хочу сказать плохого про российскую медицину, но все-таки она у нас не на должном уровне. Такая вещь, как панические атаки. Что такое паническая атака? Паническая атака – это сильный выброс адреналина в кровь. И этот выброс адреналина не вызван какими-то событиями. То есть паническая атака может настигнуть вас где угодно и когда угодно. Вы можете быть выспавшимся человеком, вы можете там нормально кушать, прекрасно себя чувствовать, находиться на улице. Но внезапно, в какой-то момент, вас может настигнуть паническая атака. Каковы ее симптомы? Я недавно испытала это на себе, и поверьте мне, это страшно, если вы сталкиваетесь этим и не знаете, что это такое. Когда вы понимаете, что это такое, вы знаете, что это пройдет, и что вы не умрете, и что ничего страшного не случится. Вот волна. Это такая волна, которая приливает к вашей голове очень резко. Поисходит такое ощущение, будто вашу голову просто сдавливают какими-то тисками, и потом из нее выходит вся кровь. И, соответственно, голова начинает кружиться, какие-то мошки перед глазами. Ощущение такое, что вы сейчас либо упадете в обморок, либо умрете. Ноги просто ватные. И ощущение очень странное происходит. Кажется, будто ты либо во сне, либо вообще это все нереально. И могут дрожать руки, и как-то стискивает горло, в горле стоит комок, очень тяжело дышать. Ты начинаешь очень часто дышать, потому что тебе кажется, что ты вот-вот умрешь. И это, когда я первый раз испытала, это было на улице, это было страшно. Это было действительно страшно. И слава богу, что я была не одна, потому что если бы я была одна, я бы точно, наверное, шмякнулась. И, наверное, скорее всего от страха, потому что я не знала, что это такое. И поэтому, друзья, когда у меня со мной случилось это второй раз, я находилась тоже на улице, пришла домой, и у меня это продолжалось еще около часа. И самый, так скажем, пик приходился на первые 15-20 минут. Потом постепенно это уходило на нет. Но если вдруг вы будете плакать или нервничать, то это может возобновиться по новой. То есть опять-таки мы видим, что это что-то психосоматическое, это что-то даже не физиологическое, это что-то связано с нашей психикой. И я понимаю, что ведь это сосудистая дистония в детстве. Если она у вас была, и вы никак не применяли к ней какие-то методы лечения, там та же психотерапия, правильное питание, нормально высыпаться и так далее. Потому что как таковых методов лечения в СД не существует. Только вот такие базовые методы. Конечно, мне кажется, они могут принести какие-то свои плоды положительные, но все-таки самое главное, это, я думаю, психологическая составляющая. Очень часто, что какие-то были травмы в детстве, которые вы даже, может быть, не помните, ну, ваш мозг все помнит, и он часто все это в голове прокручивает. Поэтому паническая атака – это побочный эффект ВСД, это побочный эффект пониженного давления. Кстати, это очень часто встречается именно у женщин, потому что мы женщины более, так скажем, ранимые, чувствительные создания. И я, безусловно, понимаю, что с этим нужно бороться, что с этим нужно что-то делать. Потому что с нашим возрастом, с каждым нашим годом, что-то усиливается, что-то, в общем, развивается не в самую лучшую сторону. И я действительно разумно начинаю понимать, что тот диагноз, который мне поставили в раннем детстве, не зря мне ставили его каждый год. Разные врачи. То, да, что-то здесь нечисто. С этим что-то надо делать. Друзья, первое, что работает на мне, так как у меня низкое давление, я гипотоник, это занятие спортом. Это просто не с бухты-барахты взято, потому что, кроме того, что у меня достаточно странный пульс, когда я не занимаюсь спортом, мой пульс может достигать 70-80 ударов в минуту, да. Когда начинаю заниматься спортом достаточно активно, то потом при измерении своего пульса он у меня может быть 50-53. И, на мой взгляд, это очень такое здоровое, тренированное сердце. Но как только я бросаю спорт, он мне сразу подскакивает выше. То есть, как видите, очень странные вещи происходят. Хотя у меня всегда пульс был достаточно пониженным. Так вот, друзья, когда я не занимаюсь спортом или у меня какие-то длительные перерывы, либо я занимаюсь таким щадящим спортом, да, там йогой, растяжкой, не кардио-нагрузкой, да, то я измерю свое давление, и оно у меня очень низкое. Пипец какое низкое, что я думаю, боже, как я вообще хожу. И пульс при этом достаточно высокий. Для меня 70 или 80, ну, 70 обычно, 75 ударов в минуту. Для меня это много. Мой обычно в норме это 60, а в самой лучшей форме 53. Я проводила такой эксперимент, что когда я очень активно занималась боксом, у меня были три раза тренировки, очень усиленные, очень жестокие и активные, по два часа в день получается за тренировку. После тренировки я приходила, измеряла свое давление, и я видела, что она в норме. С 20 на 80, как у космонавта. Пульс мой был 50, ну, 53, 55, вот так вот. То есть, за 60 он никогда у меня не выходил. И для меня это норма. То есть, мне было легко подниматься по яснице, так как я живу на пятом этаже. Мне было хорошо, и я чувствовала себя просто отлично. Мое давление было в полной норме. То есть, соответственно, так как вся моя хрень идет от пониженного давления, и ВСД, и панические атаки, то таким образом мы можем как-то навести баланс в своем организме. Друзья, вы знаете, что касается сна, я немножко выдвину, ну, то, что подходит мне, такую теорию, что мне нельзя спать очень долго. Когда я сплю очень-очень долго, то есть, больше 8 часов, а такое случается, конечно, сейчас редко, но раньше было, я чувствую себя очень плохо, очень ужасно. У меня просто какая-то накатывает депрессия, даже если все замечательно. Я чувствую себя просто помятым помидором, серьезно. То есть, 6-8 часов для меня это абсолютная норма. Я чувствую себя замечательно. Я ложусь обычно в такое же время, где-то в 10 часов, в полдесятого. То есть, и вот, посчитайте. То есть, я встаю очень рано и ложусь рано, соответственно. И я чувствую себя хорошо, да. Но для каждого человека это индивидуально. Смотрите на свое состояние, смотрите на свой образ жизни. Вы знаете, друзья, конечно, низкое давление, ВСД, панические атаки, все эти прекрасные вещи, которые вытекают, остаются с нами в том или ином смысле, ну, наверное, на всю жизнь. Потому что вылечиться до конца или как-то привести свое давление в постоянную норму, нам будет сложно. И это практически невозможно. Поэтому, да, постараться как можно меньше нервничать, это избитый совет, но это самый главный совет, что я могу вам дать. Потому что, признаться честно, я нервничаю очень часто. И я разуму, я прекрасно понимаю, что нельзя нервничать. Ну, я не могу. Вы знаете, это очень сложно. Как легко сказать, не нервничай, как сложно это надеялись делать. Потому что, да. Но, тем не менее, друзья, я могу вам сказать маленький плюс, наверное, единственный плюс вообще всего, чего я перечислила. Плюс всего этого, что с возрастом обычно давление повышается. И чаще всего человек с возрастом, который имел раньше, в молодости, нормальное давление с возрастом, оно у него повышается постоянно. То есть, по сути, он становится гипертоником. И если мы гипотоники, то, да, наше давление, возможно, с возрастом начнет повышаться. И в таком случае оно, возможно, достигнет своей нормы. И даже если оно все-таки перевалит за отметку нормы, то мы не будем с вами такими ярыми гипертониками, скорее всего. О чем я хочу вас просить? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто этим страдает. Напишите, поделитесь своим опытом, напишите, что вы для этого делаете и какие у вас были от этого впечатления, что вы делали, что принимали, какие методы профилактики. В общем, все-все-все что угодно, потому что информации в интернете много, да. Но информация вся перетекает из одного сайта в другой. То есть одни и те же слова пережевываются разными зубами и даются нам в разных просто материалах. Ничего, как говорится, нового я так и не узнала, а принимать какие-то антидепрессанты и лекарства, таблетки я как бы не собираюсь, потому что у меня к ним особое отношение, вы знаете. Поэтому в общем так, друзья. Увидимся с вами в следующих видео. Если у вас есть какие-то запросы, оставляйте их где угодно. Я буду с радостью их ждать, поэтому до встречи в следующих видео. Будьте здоровы, будьте счастливы и пока-пока!